Как все мы прекрасно знаем, работа любой объектно-ориентированной системы – это беспрерывное создание и уничтожение постоянных и временных именованных и анонимных экземпляров классов. На эту работу расходуется большое количество вычислительных ресурсов, в первую очередь времени. Для повышения производительности объектно-ориентированного кода мы можем предпринимать ряд специальных мер, но часть оптимизации берет на себя компилятор. Одной из основных и весьма нетривиальных оптимизаций со стороны компилятора является подавление копирования. Суть подавления копирования сводится к тому, чтобы исключать из плана исполнения кода лишние необязательные обращения к конструкторам копирования и конструкторам переноса. Такая передача по значению без копирования работает даже тогда, когда конструкторы классов имеют наблюдаемое внешнее поведение, выраженное в побочных действиях. В качестве примера такого побочного действия можно привести изменение глобальной переменной, которая осуществляется в конструкторе того или иного класса. Изменение объекта, находящегося в глобальной области видимости, не препятствует компилятору исключить вызов такого конструктора из плана исполнения кода. Это означает, что в своем коде мы не можем полагаться на тот факт, произойдет или не произойдет то или иное побочное действие, реализованное в конструкторах или деструкторах соответствующих классов. Разговор о деструкторах не менее важен, ведь за каждым подавленным вызовом конструктора экземпляра стоит подавленный вызов его деструктора. Как форма оптимизации кода, передача объекта класса по значению без копирования проявляет себя в таких возможностях компилятора, как оптимизации RVO и NRVO. О сути этих оптимизаций мы скажем немного позже. Пока же заметим, что как форме оптимизации объектного кода подавлению копирования разрешено немного больше, чем остальным, и в этом заключается его уникальность. Уникальность подавления копирования как формы оптимизации кода состоит в праве нарушать правило ASIF. Суть правила ASIF заключается в том, что объектный код на языке C++ должен исполняться так, как он был выражен в исходном коде. Иными словами, объектный код должен работать так, как если бы ASIF в нем не было выполнено никаких неконтролируемых программистам видов оптимизации исполнения. Но обратимся к реальным ситуациям, в которых возможно проявление, подавление, копирование экземпляров классов. К таким ситуациям относятся практикуемые компиляторами и, вообще говоря, отключаемые в компиляторах GCC оптимизации RVO и NRVO. Начнем с первой из них. Оптимизация RVO или Return Value Optimization заключается в возможности подавить копирование результата вычисления выражения, являющегося аргументом или операндом выражения return. Результат вычисления выражения, являющегося аргументом return, это некий анонимный объект. Этот анонимный объект предназначен для передачи как результата функции или метода, вызывающей в стороне. При передаче через стек функции по всем правилам этот объект должен копироваться. Однако для повышения производительности компилятору в нарушение правила as if позволено устранять лишние операции копирования объектов. Аналогичная ситуация складывается с оптимизацией nRVO или с именованным вариантом. Единственное отличие заключается в том, что теперь в центре внимания находится не аргумент конструкции return, а переменная автоматической памяти, которая не является формальным параметром данной функции или метода и с учетом указанной оговорки имеет тип, соответствующий типу самой функции или метода класса. Наличие в объектной модели языка C++ конструктора без параметров, конструктора по умолчанию, конструктора копирования, конструктора переноса, операции присваивания с копированием, операции присваивания с переносом деструктора класса, а также способность всех или некоторых из них быть явно определенными, автоматически сгенерированными, тривиальными или удаленными, формирует настолько сложную картину, что нам никак не обойтись без эмпирических правил, которые позволяют понять, насколько полным и достаточным является определение специальных методов класса и нет ли в выбранном нами к тому или иному классу подходе определенных фундаментальных ошибок. В связи с этим были разработаны и на сегодняшний день активно обсуждаются сообществом негласные правила правила трех, правила нуля и правила пяти умолчаний. Правило трех связывает конструктор копирования, операцию присваивания с копированием и деструктор класса. Это те специальные методы, которые существовали в ранних диалектах языка C++ и сохранились на сегодняшний день. Потребность в написании одного из них, говорит нам данное правило, неявно подразумевает потребность и остальных двух специальных методов. Действительно, потребность в создании конструктора копирования, как правило, обусловлена нашим несогласием с его поведением по умолчанию. Как мы прекрасно помним, конструктор копирования по умолчанию реализует семантику поверхностного копирования атрибутов. Поверхностное копирование атрибутов не устраивает нас в одном общем случае. Тогда, когда класс является владельцем определенных ресурсов, доступных через описатель, который в свою очередь не является экземпляром какого-либо класса. Примерами таких описателей являются канонические указатели языка C, дескрипторы файлов и т.д. Потребность в отказе от поверхностного и переходе к глубинному копированию означает, что эту же семантику нам, безусловно, предстоит реализовать в операции присваивания с копированием. А коль скоро описатель ресурса не является атрибутом класса, то его необходимо научить освобождать закрепленный за ним и доступный через него ресурс, что означает потребность в написании нетривиального деструктора для данного класса. Обратите также внимание на следствие из этого правила. Если один и только один из специальных методов, которые мы сейчас обсуждаем, является удаленным, либо является закрытым, а значит соответствующие операции запрещены для клиентов данного класса, это может быть тревожным сигналом к тому, что определенным образом этот класс будет сложно использовать. Заметим, что обсуждавшиеся в правиле трех специальные методы своим наличием в определении класса препятствуют реализации семантики переноса. Наличие в теле класса явного определения конструктора копирования, копирующей операции присваивания и деструктора, подавляют неявное определение компилятором конструктора переноса и операции присваивания с переносом. Как мы уже говорили, отсутствие в определении класса конструктора переноса и операции присваивания с переносом это упущенные возможности оптимизации кода. Для того, чтобы эти возможности оптимизации оживить, нам необходимо явным образом указать компилятору, как выполнять перенос управляемых объектами класса ресурсов. В том случае, если мы не хотим программировать конструктор переноса и операцию присваивания с переносом явным образом, нам придется подчеркнуть тот факт, что мы согласны на реализацию по умолчанию. Отсюда становится очевидной и потребность в соблюдении следующего правила, известного как правило пяти или правило пяти умолчаний. Согласно этому эмпирическому правилу, для того, чтобы класс поддерживал семантику копирования и семантику переноса одновременно, все пять специальных методов со своими соответствующими сигнатурами должны либо быть явно определены в коде данного класса, либо быть определены как дефолт. Наконец, правило нуля, в активном обсуждении которого недавно замечен Скотт Мейерс заключается в том, чтобы не поручать классу, который управляет тем или иным нестандартным ресурсом, каких-либо иных задач. Таким образом, мы сужаем зону ответственности рассматриваемого класса до менеджмента ресурса и не поручаем классу никаких прочих задач. В этом смысле, правило нуля является частным случаем уже известного нам правила единственной ответственности или принципа SRP. Принцип SRP является одним из самых известных правил пятерки правил объектно-ориентированного проектирования SOLID. О них мы с вами сейчас и поговорим. Но прежде обратим свое внимание на одну из самых главных идиом объектно-ориентированного программирования и проектирования идиому РАЙ. Идиома РАЙ, как следует из ее названия, посвящена вопросам выделения или захвата и освобождения ресурсов в контексте разработки объектно-ориентированной системы. Согласно данной идиоме, захват или выделение ресурсов является основной зоной ответственности конструктора класса. Зоной ответственности диаструктора класса является освобождение этих самых ресурсов. Парадокс заключается в том, что основной интерес нас, как прикладных программистов, заключается не в зоне ответственности конструктора, о которой говорит название идиомы, а в зоне ответственности деструктора. Пристальный интерес к деструкторам классов обусловлен тем, что с вызовом деструкторов экземпляров связана строгая гарантия языка C++. Другими словами, компилятор обязательно внедрит в код системы вызов деструктора для каждого экземпляра любого класса. Ни один экземпляр не уйдет из системы неуничтоженном, что открывает для нас определенные архитектурные возможности. Действительно, программа может работать штатно и нештатно. В ней могут возникать исключения и ошибки. Процесс вычислений может серьезным образом нарушаться, однако одно остается стабильным и истинным всегда. При выходе объекта из области своей видимости для этого объекта будет вызван деструктор. Этим обстоятельством можно и нужно пользоваться для того, чтобы делегировать деструктору, который гарантированно вызывается, работу по освобождению ресурсов соответствующего объекта, не функции, выполнение которой может при тех или иных обстоятельствах не произойти, а именно деструктору класса. Несмотря на то, что своим названием идиома рай отсылает нас к фазе инициализации объектов классов и выделению системных ресурсов, грамотная работа с деструкторами, становящаяся возможной благодаря строгой гарантии их вызова, это самое ценное, что обеспечивает для нас данная идиома. Создавая согласно правилу нуля отдельные классы менеджеры соответствующих ресурсов, делегируя им всю работу по управлению этими ресурсами и возлагая на деструкторы этих классов задачу по освобождению или возврату этих ресурсов в пул ресурсов системы, мы поступаем наиболее корректно с архитектурной точки зрения. Такая организация объектно-ориентированной системы максимально защищает нас от одной из самых страшных вещей, которая может произойти от утечки ресурсов. Причем под ресурсами мы понимаем не только оперативную память, но и файлы, сетевые ресурсы, подключение к базам данных и так далее. О принципах объектно-ориентированного дизайна Solid мы уже знаем то, что в их число входит принцип единственной ответственности SRP. Принципы Solid появились как объединение и обобщение опыта теоретической разработки области объектно-ориентированного проектирования 80-90-е годы. Задачу обобщения опыта решил Роберт Мартин, который в то время являлся главным редактором журнала C++ Report. В пятерку принципов Solid входят как принципы, сформулированные самим Робертом Мартином, так и классиками объектно-ориентированного проектирования Бертраном Мейером и Барбарой Лисков. Придет время, и мы познакомимся со всеми пятью принципами Solid, но пока начнем с первых двух. Принцип единственной ответственности SRP мы уже обсуждали. Суть данного принципа заключается в том, что у каждого элемента объектно-ориентированной программной системы должна быть единственная четко сформулированная ответственность. Принцип SRP применим не только к классам, но и к программным элементам крупнее и мельче них. Можно говорить об ответственности глобальных функций, ответственности методов, ответственности компонентов, пакетов классов, пространств имен, библиотек, модулей под систем. Принцип Solid, название которого начинается на букву O, это принцип открытости-закрытости, или Open-Closed Principle. Принцип OCP провозглашает, что каждый программный элемент, и в первую очередь класс, должен быть открыт для расширения и закрыт для непосредственной модификации. Альтернативной формулировкой принципа OCP является открытость программного элемента для использования и закрытость для модификации. Принцип OCP перекликается с идеями инкапсуляции, которые предлагают мыслить программные элементы как дуальные сущности, имеющие открытый публичный интерфейс и закрытую от посторонних глаз реализацию. Рассмотрение принципа OCP логическим образом переводит нас к следующей теме, к рассмотрению вопросов наследования и полиморфизма. Действительно, классики ООП приучили нас к тому, чтобы не модифицировать разработанные ранее программные элементы как таковые, а наследовать от них и вносить изменения в производные классы. В такой технике тоже угадываются практические аспекты следования принципу OCP. Осознанно оставляя в стороне синтаксические аспекты, рассмотрим архитектурную значимость второго фундаментального принципа объектно-ориентированного программирования, а именно наследования классов. Разрабатывая объектно-ориентированный код, каждый из нас стремится в дальнейшем использовать его как можно чаще и как можно дольше. Язык C++ предлагает для этого несколько различных средств, находящихся на стыке, собственно, синтаксиса этого языка и базовых основополагающих шаблонов объектно-ориентированного проектирования. К таким средствам относятся наследование, программирование в шаблонах, не путать с обобщенным программированием, использование, агрегации и композиции объектов. Начнем с рассмотрения наследования. Как отношение, связывающее два или более класса, наследование является несимметричным. Другими словами, участники этого отношения имеют в нем различное значение и играют разную роль. Один из двух участников отношения наследования является базовым или родительским или над-классом, а другой участник в ситуации, когда наследование связывает два класса, является его потомком или дочерним или под-классом. Отношение наследования, интерпретируемое как определенного рода ассоциация, к примеру, используемое для визуализации такого отношения на UML-диаграммах, может читаться в одну и в другую сторону. Переход от под-класса к над-классу следует рассматривать как обобщение или генерализацию. Переход от над-класса к под-классу как специализация. Подход к поддержке наследования, выбранный в языке C++, является на сегодняшний день достаточно редким. Дело в том, что C++ поддерживает как одиночное, так и множественное наследование. При одиночном наследовании любой класс имеет только одного предка, либо не имеет предков вообще. При множественном наследовании количество классов предков рассматриваемого класса в общем случае не ограничено. Рассматривая базовые и производные классы в их взаимосвязи, мы можем говорить об иерархии наследования, объединяющей те самые классы при помощи отношения наследования. В зависимости от того, какую стратегию наследования мы избрали, иерархия наследования имеет различный вид и ограничена деревом при одиночном наследовании, либо имеет общий вид направленного ациклического графа при множественном наследовании. Редкость множественного наследования в современных языках программирования обусловлено рядом сложностей в использовании и сопровождении подобных иерархий, а также некоторыми аномалиями, с которыми подробнее мы познакомимся в рамках нашей текущей лекции. Пока же заметим, что от множественного наследования в истинном смысле этого слова следует отличать общепринятую, но не в языке C++ практику одиночного наследования сопровождаемого имплементацией одного или нескольких интерфейсов, вменяющих классу потомку тот или иной способ взаимодействия с ним вызывающей стороны. Полиморфизм подклассов, как еще один фундаментальный принцип объектно-ориентированного программирования, впрямую не нацелен на повышение степени повторного использования кода. Основная задача полиморфизма это снижение зависимости одних элементов системы от других. В частности, ключевые важнейшие элементы системы, образованные базовыми классами той или иной иерархии, благодаря полиморфизму делаются менее зависимыми от конкретных имен, реализуемых нами подклассов. Данный механизм основан на использовании динамического или позднего связывания, работает только в условиях косвенной адресации и позволяет, используя ссылки или указатели на экземпляры базовых классов, адресовать экземпляры производных. С теоретической точки зрения объектный и объектно ориентированный подход к программированию иногда различают. И именно сейчас мы почувствуем это различие наиболее явно. Классический объектный подход предполагает разработку системы как совокупности автономных классов, не участвующих в отношениях наследования и тем самым не образующих иерархий классов. Отсутствие связи между классами по отношению наследования автоматически исключает возможность поддержки полиморфизма в соответствующей программной системе. Объектно ориентированный подход нацелен на максимальное использование всех трех ключевых принципов ООП не только инкапсуляции, но и наследования и полиморфизма. Какое же практическое значение имеет переход от объектного к объектно ориентированному программированию? При полноценном объектно ориентированном подходе мы имеем возможность перенести момент выбора вызываемой функции или, точнее говоря, метода класса с времени компиляции на время исполнения кода. Иными словами, мы имеем возможность отказаться от статического или раннего связывания в пользу динамического или позднего связывания. динамическое или позднее связывание становится возможным благодаря поддержке со стороны языка C++ полиморфизма подклассов. Поддержку полиморфизма обеспечивает использование виртуальных методов в составе соответствующих классов, а для самих классов таблиц виртуальных методов. Убедительным аргументом в пользу динамического связывания вызова методов является возможность гибкой настройки приложения. Действительно, определяя точку вызова метода во время компиляции, мы не можем изменить ее без повторной компиляции кода. В то же время, полагаясь на средства динамического связывания и виртуальные методы, мы имеем все возможности для конфигурирования программной системы практически на лету. Однако, как вы уже знаете, в нашем курсе мы не оставляем без внимания вопросы производительности. Цена, которую мы уплачиваем за использование виртуальных методов заключается в том, что вызов каждой виртуальной функции это, по сути, вызов функции через указатель на нее. Напомню, что указатели на функции в их классическом понимании присутствовали и до сих пор существуют еще в языке C. Наличие такого дополнительного абстрактного слоя или уровня косвенности безусловно оказывает влияние на производительность кода. И пусть это влияние сравнительно невелико, но если конкретно в вашей системе счет идет на доли микросекунд, то этот фактор нельзя оставлять без внимания. Еще одна составляющая цены динамического или позднего связывания сопряжена с увеличением объема каждого экземпляра класса, имеющего хотя бы один виртуальный метод. Экземпляр класса, который не включает в себя виртуальные методы, на размер одного указателя компактнее, чем его аналог, включающий какой-либо виртуальный метод, к примеру, виртуальный деструктор. Это связано с тем, что в состав участка памяти, выделяемого для нужд хранения экземпляра, неявно и без участия программиста добавляется область, необходимая для хранения указателя на таблицу виртуальных методов соответствующего класса. Таким образом, раннее связывание ценой меньшей гибкости приложения позволяет разрабатывать более высокопроизводительные системы. Напротив, динамическое или позднее связывание, предлагая чуть более медленные механизмы, обеспечивает возможность создания систем, пригодных конфигурированию на лету. С архитектурной точки зрения, создание ассоциации между вызовом метода класса и адресом передачи управления в момент компиляции и создание такой же связи между точкой вызова метода класса и адресом, куда будет передано управление в момент работы системы, являются примерами точки фиксации. микроархитектура программных систем знает несколько различных точек фиксации. Момент привязки, связанный с компиляцией кода, как и момент привязки, связанный с его непосредственным исполнением, это крайние точки на некоторой воображаемой шкале. Между ними находятся еще две, перечислим все точки фиксации, которые известны в микроархитектуре. Момент компиляции системы, момент установки или развертывания системы, момент запуска системы, момент исполнения кода системы. Обратите внимание, что двигаясь от момента компиляции к моменту исполнения, мы обеспечиваем все большую гибкость в принятии решений, но это требует внедрения в систему все более сложных и от того чуть менее производительных архитектурных решений. Простое архитектурное решение, как правило, является и более производительным, поэтому рассматривая выбор между ранним и поздним связыванием, мы наблюдаем проявления сразу двух неустранимых архитектурных конфликтов гибкость против простоты или гибкость против производительности. О конфликтах гибкость против простоты, гибкость против производительности и других мы будем подробнее говорить в архитектурной части нашего курса. Пока же заметим, что единственно правильного ответа на вопрос «какое решение предпочесть?» в принципе не существует. Архитектура программных систем это искусство компромисса, чему мы с вами найдем еще множество подтверждений. С синтаксической точки зрения описания и определения производных классов, то есть создания в составе программной системы иерархии наследования представляется достаточно простым делом. В частности, описание производного класса, то есть создание его обещанного определения ничем не отличается от описания автономного класса, не участвующего ни в каких отношениях наследования. Для того, чтобы описать производный класс, достаточно упомянуть его имя. Определение же производного класса предполагает упоминание всех базовых классов, а также способов наследования. например, так. Продолжение следует...